Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Ревышева. Поворот не туда. В Одессе БМВ на бешеной скорости потаранил остановку. Погибли два человека. А-ля 90-е. Розочкой по лицу и за базар ответишь. Кто устроил разборки со стрельбой в центре Киева? С первой звездой или эффект хасидов? Правда ли, что в Умане теперь можно рассчитаться шекелями? Дом 2. Как украинские бойцы на передовой соревнуются за лучший блиндаж? Жуткое ДТП в Одессе с участием любителя автогонок. Исход трагический. Два человека погибли и пятеро пострадали. Как все произошло и что известно о водителе, которого полиция считает виновным в этой аварии? Об этом в нашем материале. Авария произошла накануне в 9 часов вечера практически в центре Одессы на фонтанской дороге. Автомобиль БМВ выехал на перекресток на запрещающий красный сигнал светофора. Столкнулся со Шкодой и затем вылетел на тротуар, где в этот момент на остановке общественного транспорта находились люди. Очевидцы рассказывают, БМВ двигался на большой скорости порядка 100 км в час. Зеленый свет уже горел несколько секунд. Пролетает машина. С противоположной стороны тоже уже выезжала машина на зеленый свет. Удары. И это БМВ, как потом выяснилось, его откидывает. Оно вот пролетает, сбивает людей на пешеходном переходе. Два человека, которые находились на остановке, погибли. Это 55-летняя женщина и 52-летний мужчина. Еще пять человек получили травмы. В больнице сейчас остаются двое. Один пострадавший в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Травматический шок третьей и четвертой степени. Множественное повреждение нижних конечностей. Травматическая частичная ампутация правого предплечья. Согласно данным статистики, высокая летальность при таких повреждениях. Сам водитель БМВ получил легкие травмы. Прохожие едва не устроили над ним самосуд. Известно, что это 27-летний Олег Семиренко. Он постоянный участник незаконных автогонов, которые устраиваются прямо на городских улицах. В соцсетях дрифтер часто делился вот таким видео с собственным участием. Был ли Семиренко пьян или же находился под действием наркотических веществ, результаты экспертизы будут готовы в ближайшие дни. Его уже взяли под стражу и объявили о подозрении. Уголовное производство открыто по статье. Нарушение правил дорожного движения, которое повлекло смерти нескольких человек. Предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Я думаю, завтра либо послезавтра мы пойдем в суд для избрания дальнейшей меры пресечения. Но меры пресечения самое жесткое будет. Это содержание под стражей на два месяца без права внесения за лоот. В одесской полиции также сообщили, усилят меры по борьбе с незаконными автогонками. К рейдам против дрифтеров будут привлекать общественников, которые уже вызвались помочь правоохранителям. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Последнюю информацию о состоянии пострадавших в этой кровавой аварии готов рассказать Андрей Анастасов. Он уже выяснил, кто эти люди. На данный момент в больнице остаются двое пострадавших. Один по-прежнему в тяжелом состоянии. Напомню, у него множество серьезных травм. Частично ампутировано правое предплечье. Врачи говорят, что стабилизировать его состояние им удалось и надеются на благоприятный исход. Полиция, к слову, до сих пор не смогла установить личность этого человека и кто он неизвестно. Еще один пострадавший курсант военной академии. Парню 21 год. У него переломы обеих голеней и он находится в военном госпитале. Сегодня также стали известны подробности о двух погибших в этом ДТП. 55-летняя женщина работала в обычной аптеке, а 52-летний мужчина был массажистом в одной из городских поликлиник. Одесские власти пообещали помочь в лечении пострадавших и пообещали взять на себя расходы по похоронам погибших. Я хочу сказать, и это согласовано с мэром города, со стороны города будет оказано, как всегда мы в таких случаях, оказываем материальную помощь на захоронение. Пока это все подробности. И еще одно смертельное ДТП произошло в Киеве. Пьяный водитель насмерть сбил женщину в Дарницком районе. После этого он вышел из машины, сел на асфальт и уснул. По словам очевидцев, водитель автомобиля «Шевролит» двигался на огромной скорости и на перекрестке вылетел на тротуар. В этот момент там находилась женщина, автомобиль сбил ее, после этого влетел в забор. Свидетели пытались спасти женщину, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Вскоре на место происшествия прибыла полиция и скорая помощь. Боевики 10 раз нарушили перемирие на Донбассе за последние сутки. Противник ввел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия. Позиции наших защитников были обстреляны в районе Золотого, Марьинки, Новомихайловки, Павлополя и Гнутого. По защитникам крымского боевики открыли огонь из вооружения боевой машины пехоты. Кроме этого, враг применял минометы 82-го калибра, нарушая минские договоренности. Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой. Как отмечают в штабе, потерь среди украинских военных нет. Петр Порошенко сегодня поздравил танкистов с профессиональным праздником. Президент сказал, что как главнокомандующий он гордится этим родом войск. Украинские танкисты с честью защищают нашу страну на Востоке, демонстрируя при этом высокое боевое мастерство. Живописно поздравил танкистов командующий объединенными силами генерал Сергей Наев. На странице операции объединенных сил в соцсетях появилось видео, на котором танковые маневры сняты с высоты птичьего полета. Танкисты показывают свое мастерство, а гордость украинского оборонпрома машина «Булат» поражает цели и выполняет эффектные виражи во время танкового биатлона. Армейцы на передовую готовятся к осенне-зимнему периоду и особенно тщательно оборудуют свои укрепления, причем не только практично, но и креативно. У кого блиндажи, как дом родной, расскажет Геннадий Вивденко. Это претендент на образцово-показательный блиндаж для всего Северо-Восточного фронта. В одной из лесопосадок Луганской степи, вблизи поселка Крымское, украинские бойцы выстроили себе новый блиндаж. Утеплитель, обшивка, отражатель. Всегда горячая вода. Нагреватель старый боевой проверенный. Четвертый год буржуйка отличная, работает хорошо, прекрасно. Большое спасибо этим людям, которые это сделали. Волонтеры. Волонтеры, да. Особая гордость душевая Топтун. И экономия, и утренняя зарядка для личного состава опорника, взводного опорного пункта. Душевая Топтун. Вот тоже ребята это сделали. Очень прекрасная вещь. Смотрите, все очень просто делается. Вот вода, вот бочок. И вот, пожалуйста, мыться. Им юмор и жить и воевать помогает. Нет возможности посмотреть телевизор. Нарисовали его на плакате. Там в экране командир опорника Павел с позывным «Казах». Они сделали здесь пацаны телевизора нету. Вот смотрите. Казахцы телевидение. Вот. Это прикол просто такой. Ребята пошутили. Весь мусор собирают, вывозят. Командир строго следит. Пластиковые бутылки сдают в тылу, в северодонецке. Побратим Павло Виктор отмечает. Все это несмотря на то, что бои под Крымским продолжаются. Для них перемирие – это порожная слава. Как надали, они порушивают его. Стрелка пня, звичайный, крупнокалиберный. СПГ, РПГ-7. Ну, то есть они застосовывают все, что могут. Грядет похолодание, но топливный запас уже есть. На этой передовой позиции у поселка Крымское главное приготовили загодя. Пока сентябрьская жара, насушили бревен, нарезали, нарубили дров. К холодам готовы. Не отстают наши бойцы и на Донецком направлении. Под Красногоровкой приглашают в блиндаж класса «Люкс». С того времени, как мы приехали сюда, решили сделать из него человеческое что-то такое, чтобы можно было жить. Многие бойцы на этом опорнике, на гражданке, были строителями. Они и сделали в укреплении то, что в обиходе называлось «Евроремонт». Евро, не евро. Мы сделали, чтобы можно было в это время, которое мы здесь, чувствовать себя немножко по-домашнему. Это напоминает популярные телепередачи о ремонтах. Все практично, с выдумкой, со смекалкой. Здесь даже плинтусы есть под слоями сверху из бревен и бетонных плит, защищающих от обстрелов. Обшито доской, плюс металлом, где буржуйка. Ну, скажем, опасная зона такая, для своей безопасности. Для защиты и комфорта вокруг буржуйки, мелкие камешки. У каждого вмонтированы свои розетки для личных гаджетов. Есть компьютер и стереосистема. Все это помощь бригады, волонтеров и личные средства. Минобороны объявила конкурс по всей линии фронта на лучший взводно-опорный пункт. От Приазовья на юге до станицы Луганской на севере. Переможец на кращий ВОП отримает приз 100 тысяч гривен. Я уверен, что у нас хлопцы живут одной семьей, одной-единой семьей. Поэтому деньги отриманных за победу будут распределены взаимно между собой. Второе место. 80 тысяч гривен, третье – 60. При определении победителя учитывается качество блиндажей, траншей, душевых, санузлов, мест хранения оружия. Результаты конкурса командование обещало объявить через месяц. К началу холодов на фронте. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Подробности. Телеканал «Интер» из Луганской и Донецкой областей. После выхода из ЕС Британия оставит своих военных в Германии за возрастающие угрозы со стороны России. Такое решение принял министр обороны Соединенного Королевства Гевен Бильямсон. По его словам, так Лондон докажет Европе, что готов защищать ее после Брекзита. А Берлин намекнет на необходимость повысить расходы на оборону. В Германии Британия оставит инженерный полк, полигон и склад бронетранспортеров. Я напомню, ранее британцы планировали вывести свои войска до 2020 года. Сирийская и российская авиации снова бомбила провинции Хама и Итлиб. Это последний оплот антиправительственных группировок в Сирии. В течение последних суток нанесли около 70 ударов. Среди прочего, по данным турецкого агентства «Анадолу», вертолеты сирийской армии сбросили бочковые бомбы на здание больницы в районе поселка Хас. Дамаск готовится к крупному наступлению, чтобы вернуть контроль над Итлибом. Там авиаудары возобновились, после того, как Россия, Иран и Турция на саммите в пятницу не смогли договориться о перемирии в провинции. В преддверии еврейского нового года израильская армия и службы безопасности приведены в состояние повышенной боевой готовности. На границе с газой продолжается столкновение палестинцев и военных. Есть погибшие, есть раненые. Все подробности узнаем от Сергея Ауслендера. Скоро уже полгода, как палестинцы из газа проводят на границе так называемые марши возвращения. Чуть ли не ежедневные стычки с военными, поджоги и попытки диверсии. У армии строгий приказ. Силу применять разумно, но прорыва границы не допускать ни в коем случае. Кругом приграничные поселения. Очередная попытка сегодня утром отбита огнем на поражение. У палестинцев снова есть убиты. Продолжаются пожары, вызванные воздушными змеями и шарами. Боевые вертолеты и дроны ведут по запускателям огонь, но это не помогает. Не вручает даже закрытие КПП, через которое в газу поступает помощь. Эта мера лишь озлобляет палестинцев. Это происходит при полной поддержке американской администрации во главе с Дональдом Трампом и его сотрудниками, которые поддерживают поселение и проявляют ненависть и агрессию по отношению к нашему палестинскому народу. Администрация Белого дома взяла уверенный курс на однозначную поддержку Израиля. Агентство по делам палестинских беженцев Бапор практически лишилось американского финансирования. Бапор получил мандат от Генеральной Ассамблеи ООН, что государства, которые являются ее членами, взяли на себя обязательство финансировать его. И с моей точки зрения, чем шире база доноров, с которыми я могу работать, тем лучше. Я, конечно, очень сожалею о том, что США решили теперь полностью устраниться. Это, конечно, нехорошо, и это выявляет потребность в мобилизации всех других источников финансирования, которые мы в состоянии собрать. Политика Иерусалима в отношении газа теперь проста. На каждый пуск ракеты, поджог или попытку прорыва отвечать серии мощных ударов. Они разрушают инфраструктуру Хамас. Под давлением международных организаций Израиль все же открыл КПП, но, что называется, до первого случая. Если это пойдет по желанию Хамаса на переговоры, то, естественно, должен прекратиться террор воздушных змеев и поджогов. И тогда Израиль сможет перейти ко второй стадии, то есть открыть границы и передать больше материалов, а не только гуманитарные медикаменты и так далее. Переговоры буксуют, и даже усилия международных посредников ни к чему не приводят. Обе стороны ставят условия, без выполнения которых сесть за стол переговоров не соглашаются. Главное условие Израиля вернуть тела погибших солдат и граждан, захваченных в заложнике. Хамас категорически отказывается выполнять, прекрасно понимая, что это его единственный козырь. Ситуация, очевидно, заходит в тупик. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Более 30 тысяч хасидов приехали в эти дни в Украину. Все они хотят встретить Новый год на могиле иудейского пророка Цадика Нахмана. Как празднуют и как меняется Умань в эти дни, видел Станислав Кухарчук. Песни, пляски. Этот спальный район украинской Умани уже давно изменился до неузнаваемости. Кафе, гостиницы, синагоги и все ради нескольких дней в сентябре, когда иудеи празднуют Новый год. Рожгашана. Раби Нахман, мы Уман. Спасибо, очень-очень-очень. Спасибо. До свидания. Окей? Только к сегодняшнему утру в Умань с населением 80 тысяч человек. Прибыло более 30 тысяч паломников-хасидов. Встретить Новый год возле могилы пророка Цадика Нахмана для ортодоксов своеобразный ритуал. У святого в молитве можно на весь год попросить о благополучии и успехе, хотя в мирских радостях паломники себе не отказывают. Даже вопреки украинским законам. Подобных ситуаций в районе паломничества немало. На время празднования правопорядок в Умане охраняют 600 наших полицейских и 20 израильских. Они для паломников своеобразный сдерживающий фактор. Во время празднования работы прибавляется не только у полиции, но и у местных жителей. На эту неделю район паломничества превратился в настоящий рынок товаров и услуг. Предлагают все от жилья до транспортировки чемоданов. Для того, чтобы немного заработать, Вадиму пришлось подучить и в ритм, и английский. Он сдает хасидам дом. В среднем стоимость аренды жилья 300 долларов с человека в сутки. Знаете, хасиды тоже идут по своим технологиям. Букинг, все иншее. Они замовляют так себе свои апартаменты. А вот мы тут так, как выйдет, заработаем, можно так сказать. Цены в долларах и на местном рынке. Здесь торгуют все и всем. Особой популярностью у паломников пользуются мех и шапки. Сколько это? Это 20 долларов. 20 долларов и шапка. Шапка в белом. Ближе к вечеру вся торговля в районе паломничества прекращается. Улицы пустеют. С первой звездой на небе хасиды разойдутся по домам и сядут за столы. По юдейскому календарю у них начнется 5579 год. Бурные гуляния стихнут лишь к утру, когда паломники пойдут на молитву. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Против повышения пенсионного возраста протестуют по всей России. В большинстве городов акции якобы были не согласованы с местными властями. Самые масштабные митинги в Москве и Санкт-Петербурге. В МВД сообщают, что около 100 человек задержали в Питере и нескольких в столице. Но правозащитники и СМИ уверяют, что задержано гораздо больше. Сегодня в России день голосования. Выбирают мэров, губернаторов и депутатов в законодательное собрание. Служба безопасности Украины. СМИ разоблачила хакеров, которые воровали деньги с банковских счетов. Об этом сообщает пресс-центр ведомства. Злоумышленники с помощью специальных компьютерных программ получали доступ к персональным данным клиентов банков из более чем 20 стран. Потом по фальшивым платежкам выводили деньги со счетов. Сотрудники СБУ уже провели обыски по месту жительства хакеров в Киеве, Одессе и Черновцах. И задержали организатора этой группировки, гражданина одной из стран Ближнего Востока. А также его сообщника, который отвечал за техобеспечение этой операции. Президент Молдовы Игорь Дадон попал в ДТП. Авария произошла утром в районе Хенчешть. Местные СМИ сообщили, что автомобиль главы государства перевернулся после столкновения с грузовиком. Водители не справились с управлением из-за дождя и скользкой дороги. Сам Дадон отделался легкими ушибами. Его выписали из больницы сразу после оказания первой помощи. Пострадали мать и сын президента. В полиции заявили, что их состояние на данный момент удовлетворительное. В Париже хотят запретить онлайн-сервис по суточной аренде жилья Airbnb. Чтобы туристы не вытеснили коренных жителей из центров французской столицы. Какие правила собираются ввести и кто еще борется с посудочной арендой узнаем от Елены Абрамович. Шикарные апартаменты с видом на Эйфелеву башню. Таких предложений, причем дешевле, чем в местных отелях, на сайте американского онлайн-сервиса Airbnb немало. Впрочем, вскоре платформу для аренды могут заблокировать в Париже. По крайней мере, такое намерение выразил горсовет, обвинив Airbnb в вытеснении местных жителей из центра города. В каждой четвертой квартире уже больше не живут французы. Мы хотим, чтобы Париж был городом, который может позволить себе средний класс, или чтобы он был игровой площадкой для саудовских или американских миллиардеров. Из-за наплыва туристов цена аренды растет и становится не по карману местным. Сейчас посуточно сдается 60 тысяч квартир. Центр города вскоре может превратиться в музей под открытым небом, заявил чиновник. Всего несколько недель назад в Париже зафиксировали исторический максимум посетителей. Более 17 миллионов за первое полугодие. Это исторический рекорд, несмотря на весенние забастовки, которые отпугивают путешественников. Французы приезжают в Париж, однако, надо признать, у нас гораздо больше иностранных туристов. Рекордные и штрафы за нелегальную аренду жилья. 1 миллион 380 тысяч евро за полгода. Больше, чем за весь 2017-й. Штрафуют те, кто, например, сдает жилье больше, чем на 120 дней в год. Лимит для посуточной аренды через Airbnb установили не только французы. Берлин и Брюссель, например, разрешают сдавать жилье на 90 дней в год. Нью-Йорк всего на 30. А Барселона даже начала наказывать не только несчастных арендодателей, но и сам сайт за то, что не блокирует нарушителей. Елена Абрамович, Иван Ермаков, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Массовая драка со стрельбой произошла в самом центре Киева. По словам свидетелей, все началось на Бессарабской площади возле Арена Сити приблизительно в полпятого утра. Конфликт возник между двумя компаниями мужчин. Молодые люди дрались, били бутылки, из которых делали розочки. Один из участников драки отбивался рукояткой от пистолета, после чего прозвучал выстрел. Полиция оперативно прибыла на место происшествия. И сейчас правоохранители выясняют все подробности этого инцидента. В Соединенных Штатах стрельба в Макдональдсе. Один человек погиб, четверо ранены. Среди них три подростка до 18 лет. Инцидент произошел ночью в городке Оберн, это штат Алабама. По информации полицейских, вероятной причиной послужила ссора молодых людей, студентов местного университета. Один из пострадавших находится сейчас в тяжелом состоянии. Жизни трех остальных ничего не угрожает. Стрелявший до сих пор на свободе, его ищут правоохранители. Сотрудники администрации Дональда Трампа тайно встречались с участниками заговора против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Такую информацию обнародовало издание Нью-Йорк Таймс. Общение это длилось около года. Венесуэльские военные якобы просили у США оборудование для шифрования радиопередач. Планировали после свержения Мадуро установить в стране временное правительство. Однако американцы помогать им в этом отказались. Я напомню, в августе на венесуэльского президента было совершено неудачное покушение с помощью двух дронов. Сам Мадуро утверждал, что за организацией этого нападения стоят власти соседней Колумбии. До 42 возросло количество жертв землетрясения на острове Хоккайдо в Японии. Такую цифру обнародовали в правительстве этой страны. Поисковые операции в пострадавших регионах продолжаются. Еще несколько людей числятся пропавшими без вести. На Хоккайдо отправили 40 тысяч военнослужащих и спасателей для помощи местному населению. Напомню, толчки зафиксировали в Японии в ночь на 6 сентября. Тысячам людей пришлось эвакуироваться. Многие из них до сих пор не могут вернуться домой. Что французский актер Жерар Депардье делает в Северной Корее? Почему Сирена Уильямс расплакалась от гнева прямо на корте? И сколько за неделю съедает самая большая австралийская семья? Обо всем этом прямо сейчас. Мультисоревнования в австрийском Линдсе. Чтобы победить, командам нужно быстрее остальных участников пройти 4 этапа. Это бег, прыжки с параплана, езда на велосипеде и гребля на байдарках. И все это по горной местности. В состязании приняли участие более сотни команд со всего мира. А победила группа спортсменов из США. Всю дистанцию они преодолели почти за 4 часа. Неделя моды в Нью-Йорке. В третий день показывал свою коллекцию, представил модный дом Батглей Мишка. Дизайнеры создали платье в пастельных тонах и с цветочными орнаментами. Модели дефилировали вдоль весенних деревьев. В этом году модный дом празднует 30-летие. А через месяц планирует выпуск собственного парфюма. Индеец Новин Кумар расколол лбом 217 орехов. И все за одну минуту. Этого хватило, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннеса. Лоб Новина после проделанной работы остался невредим, если не считать покраснений. Предыдущий рекорд по раскалыванию орехов лбом принадлежит пакистанцу. За минуту он успел растращить 155 штук. Страсти на теннисном корте. Американская спортсменка Сирена Уильямс поругалась с судьей в финале открытого чемпионата США по теннису. Во время игры тот сделал ей замечание после подсказок тренера. От злости Сирена сломала ракетку и получила штрафное очко. Затем назвала судью лыжецом и попросила извиниться. Тот за оскорбление присвоил победу в гейме ее сопернице, японке Наоми Асаки. Спор судей Сирены Уильямс сопровождался свистом публики. А победительница Наоми Асаки сказала, что сожалеет о таком исходе турнира. Без ракет, но с французскими кинозвездами. В столице Северной Кореи состоялся парад к 70-й годовщине основания страны. А лидер КНДР Ким Чин Ын, в отличие от прошлых парадов, не выступил с речью. Среди прибывших в страну делегаций представители Китая, Кубы и Сальвадора. На парад приехал и французский актер Жерар Депардье. В центре Пхеньяна маршировали десятки тысяч солдат. Присутствующим демонстрировали наземную и авиатехнику КНДР. А закончился парад танцами. Самая большая в Австралии семья показала, сколько тратит за один поход в магазин. Сумма заоблачная – 620 долларов, чтобы питаться одну неделю. У Дженни и Рея Боннел 16 детей. За один ужин семья съедает 170 сосисок и 8 упаковок куриной грудки. На десерт пара купила 8 литров мороженого, пончики и печенье. А еще 18 литров молока, упаковки овощей, фруктов и грибов. 75 тысяч человек гуляли под Харьковом на свадьбе в Малиновке. Фестиваль под таким названием прошел на площадке у одноименного села. Здесь женились и по наружку, и по-настоящему. Аутентичные наряды и свадебные обереги видели мои коллеги. Так сватались на слабожанщине в старину. А еще проверяли невесту и жениха. Девушка должна была уметь убрать дом и собрать всю мелочь с пола, чтобы и в жизни не проходила мимо трудовой копейки. А жених забивал гвоздь в тещин порог, чтобы быть желанным гостем. А здесь демонстрируют аутентичные свадебные наряды. В послевоенное время жених шел под венец просто в строевой форме. А у вышитых сорочках должна была позаботиться невеста. В современной Малиновке все по-другому. Девушки сами ищут суженных. Здесь брак можно заключить хоть и на сутки. Шуточный. Александр и Наталья тоже под свадебной аркой, хотя и 27 лет в браке. Говорят, рецепты счастливого супружества такие же, как и 100 лет назад. Самое главное – взаимопонимание. Ну и, наверное, чтобы каждый смотрел в одну сторону. Были общие выступать друг другу, любить друг друга, понимать друг друга, помогать друг другу. Были на фестивале и настоящее бракосочетание. А среди гостей – и губернатор Харьковской области. В целом будет представлено около 200 коллективов, не только национальных, а и международных. Майстер-классы, весельные обряды, спортивные заходы, а также смагания. Это заход объединяет людей. Все люди, которые имеют большое сердце, вовремя любовь, любовь, уважения, уважения, собрались сегодня здесь. Чем больше будет в нас любовь в сердце, тем больше будет добрых справ в государстве. Нас должны объединять и тяжкие часы, и хорошие справы. Как и на настоящих свадьбах гуляли гости до полуночи. Андрей Кровец, Светлана Шакера, Александр Яновский. Подробности – телеканал «Интер» Харьковская область. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера, доброй ночи и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова